Огромные лужи, больше похожие на озера, встречают водителей и пешеходов на переулке Чехова на участке от Энгельса до Васендина. Несколько лет жители домов пытаются добиться от властей, чтобы те привели дорогу в проезжие состояние. Один из борцов за справедливость – пенсионер Борис Андреевич Бурянин. «Не пройти, не проехать», – говорит мужчина. Приходится искать обходные пути, чтобы добраться даже до магазина. Весной, когда вода там, еще больше лужи-то было, невозможно было выйти. Не знаю, как пройти, так, кое-как, справа ходил, за кусты держался, потом, давай, через, около забора потихоньку, так, люди, пожилые ходят, ну как это, не выйти на Энгельса. Я знаю, кругом идти, через Васенин, так, на сколько до рынка идти пешком шагать. Даже невозможно пройти. Вот так вот. Сколько лет, вот, уже обещается где-то сделать денег, сдвигов. В прошлом году участок этой дороги попал в зону подтопления. Власти пообещали, что улицу отремонтируют. Правда, дальше слов дело так и не пошло. Куда шлаг-то одевался? Череповца полно шлагу привозили. Давно могли его засыпать. Надо засыпать яму-то шлагом, да и все. Эти вот переулок Горьковщан дальше идет за Васенина. Гладкий, как карта. И остальные переулки Чехова до Компиратива тоже чистые все. А у нас сплошные ямы. Дорога отвратительная. Ждем с нетерпением, когда будет дорога хорошая. Надеетесь? Надеемся. А как? Без надежды жить нельзя. Трудно проходимая здесь не только дорога. Если у домов есть деревянные мазки, то вот между строениями пройти намного сложнее. По словам местных жителей, чтобы пройти от одного дома к другому в простых ботинках, нужно приложить максимум усилий и акробатическую сноровку. Именно поэтому обувью для людей, живущих в этих домах, являются резиновые сапоги. Люди своими силами пытаются держать дорогу в более-менее проезжем состоянии. Но вот осенью и весной бороться со слякотью не получается. Единственный выход – обустройство ручьев, которые хоть на немного, но уменьшают уровень воды в лужах. Сами же местные жители сравнивают участок своей улицы с Венецией. Ведь здесь, как и в знаменитой провинции, в скором будущем можно будет плавать на лодках. Андрей Жирин, Антон Карев, Новости провинции.